И сейчас не октябрь, а конец ноября. Не подбрасывайте сюда своих котят. Будьте осторожны. Они захотят отвезти вас на Куршскую коцу. Здорово. Это сейчас немцы смущают весь мир, купаясь без всего. Тогда только в таких огороженных купальнях. Я верю, что у Зеленоградска светлое будущее. Кстати, осенью вода в море гораздо теплее, чем на воздухе. Вот сейчас у вас так красиво. Люди, в общем-то, окунутся в атмосферу Рождества. Причем это такое западное Рождество, наверное, все-таки весело. Добро пожаловать в Зеленоградск. Октябрь. Море поутру лежит щекой на волнорезе. Пучок акации на ветру, как дождь на кровельном железе. Иосиф Бродкий написал это стихотворение, к сожалению, не на Балтийском, а на Черном море. И сейчас не октябрь, а конец ноября. Хотя в Калининградской области он бывал дважды и написал цикл стихотворений, посвященных Калининграду. Балтийску. Я его особенно любила в гандейской гостинице «Якорь», где мухи садятся на сахар. А вот в Зеленоградске, скорее всего, не бывал. Ну, или просто не осталось об этом воспоминаний. Сейчас это, кстати, кажется нереальным. Как так? Выбывать в Калининградской области и не заехать в Зеленоград? В Зеленоградск у нас в последние годы входит десятку самых популярных курортов в России. Но в 60-е годы прошлого века, когда здесь бывал Бродский, Зеленоградск еще не был настолько популярным. А вот сейчас у Бродского была бы еще одна причина заехать в Зеленоградск. Все? Нету? Закончился корм, да? Давай, вытащим, давай. Иди, киса, мы тебя покормим. Иди, мы тебя покормим. На, дай кису. Дай. Дай кису кормим. Так, киса, иди киса. И это причина перед вами. Дело в том, что во времена Бродского Зеленоградск не был городом котов. Да, еще одна няу, еще одна. Вот эта, кстати, няу, она всего с тремя лапками. И ее недавно подбросили. Известно, что Бродский очень любил кошек. Как и многие жители Зеленоградска и гости города. Поэтому современный бренд Зеленоградска, город котов, привлекает много туристов. Но у любой медали, как известно, две стороны. И второй стороной этой медали стало то, что в Зеленоградск стали в огромном количестве подбрасывать котят и взрослых кошек, которые чем-то стали неугодно своим хозяевам. Как вот эта трехлапая. Молодец. Еще одна? Да. Да? Но котофейня – это не приют. Это просто домики на улице, хоть и отапливаемые. Поэтому котята здесь не выживают, несмотря на усилия кота-шефа Светланы Лагуновой и волонтеров. Поэтому, пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем жителям Калининградской области. Не подбрасывайте сюда своих котят. Добраться до Зеленоградска из Калининграда комфортнее всего на ласточке. Она идет около 35-40 минут с южного или с северного вокзала в Калининграде. Это самый центр. Удивительное дело. Но когда 8 июля 1885 года была пущена частная железнодорожная ветка Кюнигсберг-Кранс, поезд шел практически столько же. 49 минут. Правда, сейчас в некоторые дни пущен деловой проездной 8.15. Ласточка долетает за 15-20 минут до Калининграда. Вот смотри, вот это я работаю. Класс. Спасибо. Интересный момент. Но сейчас, выходя с поезда, туристы видят практически то же самое, что видели в 1885 году. Потому что здание вокзала практически не изменилось. Его просто оштукатурят. А сейчас это один из самых прогрессивных вокзалов в России. Почему? Про этот вокзал у меня есть отдельное видео. Посмотрите и узнаете. Но все-таки кое-какие изменения есть. И это вот эта вот высокая платформа, которую открыли буквально недавно. И теперь у меня есть возможность не прыгать в поезд вместе с коляской, с Федей, а просто спокойно туда уехать. Тут же находится и автовокзал. Так что, если вы опоздали на ласточку, не расстраивайтесь. Можно всегда уехать на автобусе, на маршрутках. Они ходят каждые 15-20 минут. И при выходе с вокзала вас встречают таксисты. Будьте осторожны. Они захотят отвезти вас на Куршскую косу. Цена и качество предоставляемых услуг как-то везет. Не все знают, но на Куршскую косу можно уехать просто на рейсовом автобусе. Вот, например, на этом, в 210-м, он туда и поехал. Кроме него еще ходит 593-я из Калининграда. И есть расписание, которое несколько впутанное и не всегда точное. Но в целом на него можно ориентироваться. Но в чем минус такой поездки? Дело в том, что на автобусе вы сможете доехать только до одного экологического маршрута, его пройти, и дальше вам придется ждать следующий автобус. Но это самый бюджетный способ посетить Куршскую косу. А нет, еще бюджетнее. И скоро можно будет на велосипедах, когда наконец достроят нашу велодорожку. Кстати, здесь же, возле вокзала, вот тут рядом с магазином «Сфар» на круглой скамеечке начинаются и мои пешеходные экскурсии по Зеленоградскому. Очень удобно. Приехали из Калининграда на ласточки, вышли и сразу же на экскурсию. На историческом фото видно как раз то, о чем я вам говорила, что вид не сильно поменялся. Попробуйте рассмотреть железнодорожные пути, конные экипажи, которые еще в начале 20 века использовались, дамп, шляпах и платьях в стиле модерн. И вот это здание за моей спиной, когда-то это был привокзальный отель. Вот это здание тоже можно рассмотреть на историческом фото. Здесь сейчас находится Кривический музей, обязательно загляните. Экскурсии бывают ежедневно в 11, в 13, в 15 часов. Историческая облитка. Дверь. И лестница. И зайдя в музей, я встретила директора музея Елену Станиславовну. И она покажет нам зал, в который, внимание, никого не пускают, кроме нас. Вот таким образом мы решили завершить реставрацию окон. И уже открыть этот зал, красивый и нарядный, планируем к Новому году. Здорово. То есть вот именно таким образом исторически когда-то эти окна и открывались. И мне очень нравится, что здесь не поменяли, не сделали похожее, а восстановили то окно, которое было изначально. Причем, посмотрите, сохранили даже все исторические элементы. Я не знаю, из чего это. Возможно, это какая-то латунь. Латунь. То есть вот эти все части, они и были когда-то на этом окне. Шикарная дверь, которая когда-то выходила во двор. В ходе реставрационного ремонта нам пришлось заново по сохранившимся фотографиям реконструировать вот эту дверь парадного входа. Нам удалось это сделать. Эта дверь деревянная. Вот такие вот дубовые накладки с резьбой. Они находятся на металлическом каркасе, чтобы дверь впоследствии не повело от влажности, от перепадов температур. Утро. И я опять у краеведческого музея. Сейчас прогуляемся по городу. Я покажу вам, как он украшен. В этом году, к первому декабря, у нас есть указание из администрации, что все должно быть украшено. Сейчас еще не первое декабря, но город уже выглядит нарядно. И меня часто спрашивают, когда лучше приезжать в Зеленоградск. Перед Новым годом, в декабре или на сами новогодние праздники. Так вот, приехать в декабре – это не такое плохое решение, потому что, с одной стороны, уже все нарядное и красивое, с другой стороны, нет таких толп туристов. Потому что на Новый год, конечно, будет больше мероприятий, но будет и огромное количество людей. И погода сейчас очень характерная, ноябрьская, потому что буквально два дня назад было вот так. Кстати, осенью вода в море гораздо теплее, чем на воздухе. Поэтому периодически можно видеть вот такие кадры. Вчера было объявлено штормовое предупреждение. Нам двигался Николас. Должен был быть шторм 9 баллов. Но, по моим ощущениям, такого шторма не было. Но это выглядело так. Это достаточно слабенько для наших зимних штормов. Ну, а сегодня вообще погода очень изменчивая. То дождь, то град, то солнце. Был очень красивый рассвет. И сейчас пойдем гулять по городу. У меня сегодня, кстати, после обеда 3 часа запланирована экскурсия. И по прогнозу стоит проливной дождь. Ну, что же делать. Пойдем гулять так, как есть. И сегодня, несмотря на прогнозы, погода оказалась более-менее. По крайней мере, большую часть экскурсии мы прогуляли. И я хочу спросить Светлану, а почему именно сегодня, почему именно в конце ноября решили приехать в Желиноград? Ну, вы уже, наверное, знаете, да, у моего сына сегодня день рождения. Вот. Мы были в прошлом году, 1 июня, в Желинограде. Может, даже в Желиноградке были первые. И нам очень из всех городов, которые мы посетили, понравился именно Желиноград. Такой милый, уютный. Очень похож на Германию. Потому что у меня там мама живет. Мы участвуем, мы там бываем. Вот. И мой сын где-то за 2 месяца до дня рождения сказал, а поехали к тому на мой день рождения в Калининград. Ну, и поскольку из всех городов ему больше 7 раз понравился, я вот решила, что на день рождения надо ему сделать такой подарок, организовать экскурсию. То есть он просто приехал. Вот. Ну, и, в общем-то, я рада, что нашла вас. Было очень интересно, правда, да. Было очень интересно. Даже мой сын слушал. Хотя я изначально говорил, да ну, зачем эти экскурсии? Вот, да. То есть, ну, как бы он у меня очарован, вот, бабушка. Потому что мы же сами из Белоруссии, нас болторусами называют. И он прям чувствуется болторусом именно, да. А вот, кстати, вот этот период, конец ноября, декабрь, вы порекомендуете для тех, кто захочет приехать? Ну, вот, вы знаете, вот сейчас у вас так красиво. Люди, в общем-то, окунутся в атмосферу Рождества. Причем это, ну, такое западное Рождество, наверное. Но все-таки здесь такой вот дух запада. Ну, я знаю, о чем я говорю, я сама запада. Поэтому, да, здесь все по-другому. Знаете, на Польшу чем-то похожа на Литву. Именно так они украшают. Ну, вообще, да, я порекомендую, конечно. Отлично, спасибо. Рождество наступит на месяц раньше. Спасибо большое. Вам спасибо. Прошел еще один день, и, как вы видите, выпал снег. И настроение сразу же новогоднее. И вообще такие качели в природе, когда солнце, потом шторм, потом дождь, потом снег, потом опять солнце. Это вообще нормальная история у нас. Поэтому не устаю повторять, что походный набор туриста – это шляпа, зонтик, очки от солнца, плавки и шуба. Все может пригодиться. Причем в один день. Ну, а мы с вами наблюдаем, как наряжают елку. И здесь не хватает еще гирлянд, и нет звезды. Но на самом деле звезда есть. Что я имею в виду? Вот это место – это исторический центр города, который выглядит как звезда. Смотрите, пошли лучи. Аллея Дружба. Крымская. Ленина. Тургенева. И Курортный проспект. У меня есть карта 1840 года, которую вы не найдете в интернете. Так вот, на этой карте видно прекрасно, что эта звезда уже там просматривается. И более того, если мы наложим ту карту 1840 года на современно, то они идеально совпадут. Курортный проспект. Бывшая Тюниксбергерштрасса. Одна из самых старых улиц Кранца-Зеленоградска. И то, что мы видим сейчас, это сохранившаяся застройка конца 19-го, начала 20-го века. Но на карте 1840 года видно, что это была и тогда главная улица, и основные постройки были именно здесь. Причем это интересный феномен, потому что море находится относительно далеко от этого места. И кандидат искусствоведения Белинцева называет это архитектурой «задом к морю». То есть люди 19-го века опасались еще моря с его разрушительной силой, поэтому предпочитали строить свои дома подальше. Хороший вопрос. А был ли Кранц городом в 19-м веке? Если мы откроем Википедию, то увидим. Город с первой половины 19-го века основан в 1252 году. Так вот, не верьте глазам своим. Это все не так. Если перенесемся на 10 тысяч лет назад, то как раз где-то в это время на эту территорию и пришли люди, и это были балтийские племена, которые мы сейчас вместе называем прусы. И, внимание, прусы – это не предки немцев. И не случайно один из переводов названия «Кранц» – это прусское слово, и означает оно «обрывистый берег». А вот немцы пришли на эту территорию в XIII веке. Немецкий орден завоевал всех этих пруссов и построил здесь трактир в 1252 году. Вот как раз тот самый 1252 год, но это не основание города. Это постройка трактира. Как гласит легенда, при входе в трактир висел венок из листьев хмеля. И венок – это еще один вариант перевода слова «кранц», уже немецкий венок. Кстати, этот самый венок с нами до сих пор, он находится на гербе зеленоградска. Но до 1816 года «Кранц» был просто бедной рыбацкой деревней с населением в начале XIX века чуть больше 300 человек. Когда его назначили королевским курортом. Именно назначили. И об этом не знают даже местные жители. Но Зеленоградск – это один из первых морских курортов на Балтейском море. Который появился как раз в то удивительное время, когда люди только начали открывать для себя полезные свойства морской воды. И главную роль в то время играли врачи. Врач по фамилии Кессель исследовал все побережье, которое принадлежало в то время в Восточной Прусии. И выбрал именно это место для курорта. Почему? Причины современной точки зрения выглядят не очень разумными. Но об этом в другой раз. И в первый год, в 1816 году, сюда приехало аж целых 35 отдыхающих, которые останавливались в домиках простых рыбаков. Потому что не было еще ни отелей, ни ресторанов. Но немцы есть немцы. И сразу же было построено две купальни. Отдельно мужская, отдельно женская. Это огороженная территория на пляже. И купаться можно было только там. Это еще было плавно. Это сейчас немцы смущают весь мир, купаясь без всего. Тогда только в таких огороженных купальнях. И интересно, что до 30-х годов 19 века отдыхающие не могли гулять, как сейчас, по пляжу. Почему? Да дело в том, что тогда еще существовал запрет на сбор янтаря. Вот сейчас весь янтарик, который вы найдете на берегу моря, можете смело забирать с тобой. А в Германии со времен еще Тевтонского ордена существовала государственная монополия на сбор янтаря. И все, что найдено, надо было сдавать. Ну, а чтобы ничего не нашли, на всякий случай все это дело просто было прикрыто. Я сейчас не представляю, как это так, курорт, морской курорт и не гулять по берегу моря. Но, тем не менее, курорт развивался и к середине 19 века. Здесь было уже около тысячи отдыхающих. Но активнее он стал развиваться в конце 19-го, начале 20-го века. И здесь, в том числе, было много русских отдыхающих. И вот с таким русским отдыхающим, который здесь побывал в 1899 году, мы гуляем на моей пешеходной экскурсии по Зеленоградску. Он оставил очень живые, яркие воспоминания об этом месте. В начале 20-го века население Кранца было уже около двух тысяч человек. А вот к 40-м годам 20-го века уже около пяти тысяч человек. Сейчас в Зеленоградске у нас 16,5-17 тысяч. Это считается так официально. А неофициально летом еще на несколько тысяч точно больше. Потому что многие не живут постоянно, но есть квартиры, в которые они приезжают на лето. И вот тогда-то начинаются главные проблемы с водой. У тех, кто живет вот в таких вот старых домиках. В начале 20-го же века в Кранце строится водонапорная башня. Сначала строятся две водонапорные железнодорожные башни. Это еще конец 19-го века. Ну, а 1904-1905 строится башня, которая уже снабжает водой весь город. И работает до окончания Второй мировой войны. Дальше попытались ее опять включить, но трубы не выдержали. И десятилетия она стояла и разрушалась. Но в 2000-х начали реконструкцию. Вы удивитесь, но под пентхаус. Посмотрите в крыше. Окна. Это спальня и ванна. Там, где смотровая площадка, там находится кухня. Но как пентхаус башня ни разу не использовалась, потому что сразу же стала работать, как музей кошек в Мурариум. Именно с нее-то и началась кошачья история города. Во время Второй мировой войны Кранц продолжал существование свое как курорт. И вообще в городе не было сильных боевых действий. Они были на подступах. Немцы держали Кранц, чтобы вывести войска с Курской косы. Когда войска вышли, 4 февраля 1945 года, в город зашли наши войска. И по воспоминаниям военных, здесь стекла жизнь. На их глазах закрывались магазины. Даже такой интересный случай описан. Хотели сделать штаб, вошли в одно из зданий, а там стоял портной и раскраивал одежду. Вот в этом доме когда-то и размещался штаб, и об этом есть информационная доска. В этом доме размещался штаб 292-го полка 115-й стрелковой краснознаменной Холмской дивизии под командованием подполковника Маршавина Якова Петровича. Его полк первым вошел в Кранц 4 февраля 1945 года. Кстати, именно подполковник Маршавин оставил воспоминания, что сначала вошли в здание и там увидели портного, который раскраивал одежду. И это здание тоже находилось где-то недалеко отсюда, напротив. Сейчас же напротив должен находиться памятник Кот в окушке. Известная скульптура, которая крутится вокруг своей оси, но ее забрали на реконструкцию. Но кое-что связанное с котами я вам могу показать. И обычно это никто не замечает. А вот здесь находится почта Кота Шефа. Можно написать письмо и опустить вот в этот зелененький почтовый ящик. И еще одно историческое здание напротив. Сейчас это пятизвездочный отель, ресторан «Ривьера». Я очень рада, что наконец-то закончилась реконструкция этого здания, потому что долгое время оно стояло без крыши. И вообще была опасность, что мы потеряем этот объект культурного наследия. А изначально это был отель «Юст» 19 века. Но в послевоенные годы здесь располагался госпиталь. И здесь даже бывал писатель Илья Оренбург. И после того, как он побывал в Кранце как раз в 1945 году, он оставил очень интересные воспоминания о том, что он увидел в этом здании. Здесь был и у немцев госпиталь. И все раненые немцы, которые здесь оставались, они все были умершвены. То есть немцы, уходя всех раненых, они убили. И после 1945 года началось уже существование Кранца-Зеленоградска как советского курорта. Санаторий «Зеленоградск» был открыт в 1947 году. Это был второй санаторий на территории Калининградской области. Первый санаторий Министерства обороны в Светлогорске. И под санаторий «Зеленоградск» отдали лучшие здания, которые сохранились в Кранце. И вот они, кстати, перед вами. Первое – это здание нового курхауса и здание ротесхауса. Это как раз и были корпуса санатория «Зеленоградск». Напротив нового курхауса находилось здание старого курхауса. И оно тоже было санаторием «Зеленоградск». И на экскурсиях я показывала интересную фотографию того времени, где уже функционирует санаторий «Зеленоградск», а перед ним стоит памятник Сталину. Ни памятник Сталину, ни старый курхаус до нашего времени не дожили. А вот памятник Ленину и новый курхаус дожили. И я очень рекомендую вам сейчас сюда заглянуть, потому что недавно были подведены итоги 11-й Калининградской гастрономической премии «Пумпер Никель». И два заведения общепита, которые находятся сейчас в этом здании, стали призерами в этой премии в разных номинациях. Ресторан «Балк» – лучший ресторан загородный, а вот ремесленная пекарня «Хлеб», они же в Калининграде, в ДНХ «Беккере», вы достойны настоящего хлеба, лучшая пекарня. И скажу вам по секрету, что хлеб – это сейчас вообще мое любимое место в «Зеленоградске». Заглянем? Вообще, честно сказать, я хлеб не ем. Но хлеб из хлеба я ем. И мой любимый черный хомяк, я сегодня, правда, купила вот такой прикольный барадинский, и еще мне нравится ржаная лепешка с крыльцами. Поверьте, мы будем. И нам осталось только закончить историю Зеленоградска как советского и постсоветского курорта. В 1950 году здесь был открыт космосубергулезный санаторий, в 1958 – детский санаторий «Теремок», который прекрасно функционирует до сих пор. И можно взять сюда путевки, причем даже бесплатные. И сюда приезжают со всей России. В 1975 году «Зеленоградск» становится курортом республиканского значения, а в 1999 – федерального. Но самый расцвет у нас пришелся на последние годы, в частности, после 2020 года. После пандемии, когда все границы были закрыты, а потом открыты, но не все, к нам приехали люди, которые никогда до этого не бывали. Вот у меня были туристы, которые говорили, что мы бы никогда не приехали в Зеленоградск, но приехали, и нам здесь так понравилось. И именно в этот год цены на недвижимость в Зеленоградске выросли на 59%. Такой антирейтинг. Зеленоградск вошел в десятку городов, где больше всего выросли цены на недвижимость по России. И последние годы Зеленоградск входит в десятку самых популярных курортов в России. Вот такая прогулка по предновогоднему городу с небольшим погружением в историю у нас получилась. Подводя итоги, что я хочу сказать. Мы с вами проследили развитие Зеленоградска-Кранца как курорта за 200 лет, даже больше, чем 200 лет. И мне кажется, что сейчас это один из пиков развития города как курорта. И из плюсов сегодняшнего дня, что я хочу отметить. Это, во-первых, вот эта прекрасная пешеходная зона. Во-вторых, ремонт домов, фасадов. Конечно, это очень украшает город. И мы вот-вот должны справиться с остатками перестройки. Делаются те здания, которые стояли долгое время в полуразрушенном состоянии. А в-третьих, хороший уровень кафе-ресторанов. Ко мне гости приезжают со всей России и отмечают, что вот это у нас сильная сторона. Отели тоже неплохие. Из минусов. Это, во-первых, достаточно хаотичная и часто не вписывающаяся в архитектуру города застройка. Во-вторых, это отсутствие нормального санатория. Санаторий Зеленоградск у нас существует до сих пор, но все исторические здания были проданы еще и в 90-е годы. Недавно была продана грязелечебница. И нет санатория, который бы использовал все те факторы природные, которые имеются. У нас же очень хорошая вода, лечебно-столовая. У нас же отличные грязи. И, между прочим, Кранц был известен именно как курорт, где хорошие грязевые ванны. И грязи у нас тут местные. Вот Кранцовское болото, грязи там есть до сих пор. Но как лечебный фактор это практически не используется. Ну и в-третьих, раз уж мы заявляем себя городом котов, то нужен нормальный кошачий приют. Об этом говорят уже многие волонтеры. И администрация Зеленоградска тоже заявила, что такие планы есть, есть уже участок. И нужны только люди, которые готовы этим заняться. Так что, если вы тот самый человек, пишите в администрацию. А закончить экскурсию мне хочется у нашей новогодней елки и стихотворением поэта Фема Симкина. Этот город я одушевляю. Как русалка он зеленоглаз. А еще и воодушевляю. На любовь. Мой Кранц – Зеленоград. Я верю, что у Зеленоградска светлое будущее. И хочу пригласить всех на свои пешеходные экскурсии по городу, а также на исторические обеды. В описании к видео будет расписание моих ближайших мероприятий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok